Исправность металлодетекторов, наличие тревожных кнопок и доступность эвакуационных выходов – одни из ключевых мер противодействия терроризму. Об этом сегодня говорили Одинцовские власти с представителями силовых ведомств. Мы должны убедиться, что безопасность на всех наших объектах обеспечивается на самом высоком уровне. Речь сегодня и про школы, и про концертные залы, и про дома культуры, и про наши спортивные сооружения, торговые и бизнес-центры. Одно из приоритетных поручений главы округа – подготовить обучающие курсы как для школьников, так и для чиновников и представителей бизнеса. В программе будут и теория, и, что особенно важно, практика. Ситуация в Крополье, ее можно разбирать с разных сторон, со стороны поведения персонала, со стороны работы пожарной сигнализации, эвакуационных выходов, работы сотрудников гардеробов, входных групп и так далее, и так далее. Фокус внимания на местах массового скопления людей. Местные власти намерены усилить меры безопасности в первую очередь в торговых центрах. Объекты первой категории – это прогноз пострадавших при теракте более тысячи человек. Таких объектов у нас 60. Вторая категория – от 201 до 1000 человек, включительно 34 таких объекта. И третья категория – от 51 до 200 человек. Таких объектов у нас 61. Камеры наблюдения, стенды с информацией и система оповещения должны функционировать в каждом здании. Объекты первой категории оснащают кнопкой вызова Росгвардии, двух других – охраной. Но важна и слаженность действий персонала. Сотрудники, которые работают в организациях, там, где у нас есть массовое пребывание людей, должны четко знать алгоритм своих действий в случае чрезвычайной ситуации. Что делать, кто ответственный и куда везти или выводить людей. Сегодня проверяются и спортивные объекты. Центральный стадион, волейбольный центр и Ледовый дворец – самые крупные в округе. Обследуются перед каждым чемпионатом. Все эти объекты имеют все необходимые паспорта. Заключены договора с ЧОП. Есть тревожная кнопка, рамки, камеры видеонаблюдения, ограждение, пожарная система. И проводятся тренировки согласно утвержденному графику. В библиотеках, музеях, культурно-досуговых центрах безопасность тоже в приоритете. Коллективы более ста культурных объектов округа проводят учения. В понедельник со всеми директорами было проведено совещание, где дано указание провести совещание с личным составом, с коллективом. Также проговорить все пункты, о которых вы сейчас говорили. И эвакуацию, и нападение, и так далее. Чтобы они провели такие тренировки внутренние, вне очереди. В ходе совещания были выработаны дополнительные меры, которые призваны повысить уровень безопасности. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова